Добрый день! Майк Бернардо, южноафриканский боец смешанных единоборств, профессиональный боксер и кикбоксер. В Японии был известен как Беру Чан, где принимал участие в турнирах K1 с 1994 года. Из его достижений можно отметить победы над такими известными бойцами, как Мирка Крокоп, Энди Хук, Франциско Фильо, Бранко Цикатич и три победы подряд над легендой K1 Петером Айрцем. Друзья, я приглашаю вас подписаться на мой второй канал, на котором я обсуждаю вопросы фитнеса, здоровья и стиля. Подпишись прямо сейчас, впереди будет много интересного. Ссылка в описании. Майк Бернардо родился в Кейптаун, ЮАР, в семье с итальянскими и английскими корнями. Настоящая фамилия Майка была Барнардо, однако для большинства он был известен под фамилией Бернардо. Когда он был подростком, хулиганы часто задирали его и избивали. Бернардо начал заниматься кокусинкой каратэ и вскоре смог справиться с этими обидчиками. Я начал заниматься каратэ, когда мне было 12-13 лет. Почему я начал им заниматься? Я был подростком и был высоким, но не сильным. Многие подростки в школе были членами уличных банк, где они могли давить на меня, избивать и задирать. Потому что я был крупным парнем, но они хотели доказать, что были сильнее меня. Я начал брать уроки боевых искусств и вскоре победил их всех. Под руководством тренера, бывшего чемпиона по боксу, Майк начинает заниматься кикбоксингом. Бернардо быстро получил репутацию бойца с нокаутирующим ударом. После боев ЮАР Италии и России Бернардо был приглашен одним из английских промоутеров в турнир K1. Дебютировал на турнире World Grand Prix 1995 в бою против известного Энди Хуга. Выпуск о нем ищите на канале. Бернардо в драматическом поединке сам побывал в нокдауне, однако смог переломить ход боя и победить Хуга в третьем раунде после технического нокаута. Одним из наиболее удачных для бойца был 1996 год, в котором он нокаутировал Питера Айртса, уступил Энди Хугу, которого одолел год назад, а также вырубил с одного удара Бранко Цикатича. Важнейшим в карьере бойца стал 2000 год, в котором Майк провел несколько боев. Он выиграл нокаутом у бразильского бойца Серхио Эспедита, отправил в нокаут шведа Юргена Крута, а в полуфинале уже на 34 секунде боя отправил в технический нокаут кикбоксера Эндрю Томпсона. В финальном бою Майк вновь встретился со своим давним соперником, которому проиграл менее года назад. Мирка подошел к бою с травмой ноги, полученной в предыдущем бою. В одном из эпизодов Майк попал Мирка по травмированной ноге, тот упал, а рефери начал отсчитывать нокдаун. В этот момент угол Крокопа выбросил полотенце, а Майк одержал победу техническим нокаутом. Майк был очень религиозным человеком. До боя я молюсь, чтобы Бог хранил нас обоих, и его воля реализуется. В моем сердце нет места для чувства мести. Я не хочу причинять боль человеку, только для того, чтобы причинить боль. Но я хочу соревноваться с этим человеком, который стоит напротив меня. Я хочу сказать, что Бог это наш спаситель, и когда он с нами, мы можем достичь всего, чего пожелаем. В середине карьеры Майк был погружен в себя, и перед выходом на бой читал молитвы. Несмотря на то, что известность к Майку Бернарда пришла в промоушене K-1, он также был профессиональным боксером, и даже завоевал вакантный титул чемпиона. Статистика профессиональных боев Майка в боксе составляет 13 поединков, среди которых 11 побед, 1 проигрыш и 1 ничья. После окончания карьеры в смешанных единоборствах, Майк Бернарда получил образование и стал заниматься клинической психологией. Практика Майка находилась в Уэйксайде, Кейптаун, где он оказывал помощь и поддержку людям после травмы и борющихся с зависимостью, в основном молодежи. Часто он занимался серфингом, а также гонял на чоппере. В последние два года жизни Майк боролся серьезной депрессией и проявлениями гнева, истоки которых можно найти в его детстве. 14 февраля 2012 года Бернарда был найден мертвым в своем особняке. Обстоятельства смерти до сих пор остаются неясными. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok